В настоящее время казачество на Кубани является серьезной силой с большими перспективами расширения своего влияния. Если посмотреть на возрождение и развитие казачества, то можно понять, почему именно это движение необходимо. Недооценим казачий вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. И в нашем районе казачья система образования демонстрирует большие успехи. Кубанское казачество сильно своими традициями в воспитании юношества. В чем же секрет его успешного развития? Прежде всего, в приверженности устоям, в постоянстве и верности корням, которые дороги кубанцам любого возраста. Постоянная работа по внедрению в школьное образование казачьей тематики дала свои плоды. Она привела к появлению новой системы образования, которая вписана в государственные стандарты. И очень важно, чтобы эта нужная работа не останавливалась, чтобы были обмен передовым опытом и равнение на лучших. В 11-й сербинской школе, которая является стажировочной площадкой в рамках развития казачьего образования нашего муниципалитета, накоплен богатый опыт, и его стоит изучать. Любовь к родине начинается с любви к своему дому, к своей семье, к своим родителям, к своему хутору, к своей школе, к своим учителям. Занимаюсь этим уже давно, уже лет 5-6, как минимум. Дети слушают с громадным интересом. Особенно нравятся детям короткие исторические рассказы, где на примере героизма наших предков, наших казаков, именно передается сама от васмера казачьего духа. Это им очень нравится. В 11-й казачьей школе был проведен семинар на тему «Проблемы и перспективы развития казачьей системы воспитания и образования в классах и группах казачьей направленности в общеобразовательных организациях Славянского района». Начальник управления образования района Елена Щурова поблагодарила идейного вдохновителя мероприятия районное казачье общество и его атамана, а также директора 11-й школы за проведенную большую работу. «Я надеюсь, что мы сегодня с вами проведем день очень продуктивно. Мы, наверное, очень долго можем вам рассказывать, выдавать какую-то теорию, но самое лучшее, когда мы выезжаем и смотрим на месте, смотрим, как живет другая школа, которая показывает хорошие результаты, какие обычаи и устои сложились в этой школе. Ну и, наверное, когда мы возвращаемся обратно в свои образовательные организации, 50% как минимум мы можем применять, рассказывать своим коллегам на местах о том, как это организовать». Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко в своем выступлении подчеркнул, что задача у нас одна – патриотическое воспитание юношества и нужно объединить усилия всех, кто работает в этом направлении. «Спасибо огромное управлению образования и Елене Алексеевне лично за то начало работы нашей, что мы друг друга услышали и хотим, чтобы здесь сидящие руководители образовательных учреждений, преподаватели, чтобы мы понимали друг друга и делали общее дело. Хотелось бы, чтобы мы все, что делаем, мы понимали друг друга и развивали это направление. «Спасибо хозяевам за сегодняшнее мероприятие, очень хорошо оно началось. Хочется, чтобы каждый отсюда уехал с пониманием того, насколько важна наша совместная работа». Учащиеся 11-й школы выступили со стихотворениями, в которых они рассказали о своей любимой школе. «Школа, всем пример, научила многому. Будет нам казаться жизнь легкую дорогу». «В Краснодарском крае, среди множества школ, есть одна, в которой я учиться пришел, есть одна, в которой нам жить, друзья, есть одна такая, без которой нельзя». «Есть одна, но, впрочем, нам всего не учесть. Школа 11». «Такая есть». «Программа семинара была серьезной и насыщенной. Многих заинтересовали экскурсия в казачий музей, а также мастер-класс на уроке технологии по приготовлению блюд кубанской кухни. Благодаря полученному передовому опыту и общению между участниками, а здесь были казаки-наставники, представители учреждения образования, система казачьего воспитания в Славянском районе сделает еще один шаг вперед». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».